Итак, Радислав, получил неожиданное подтверждение тому, куда шел, куда развивался. И все связано прямо с твоей темой, поэтому я здесь, соответственно. У человека, прочитал книги, замечательный человек, живет в Калифорнии, написал классную книгу. Мысль следующая. Успешность человека измеряется не количеством денег, не количеством материальных благ, а тем, как он общается с другими людьми, как он умеет выстраивать отношения. Мог бы ты свой взгляд на это дать, потому что мы уже с тобой записывали интервью про эффективное общение, но вот именно связка такая, успешность и то, как общаешься с другими людьми. Мне кажется, что тут постановка вопроса неверна в целом. Я понимаю, что имел в виду этот прекрасный человек, но критерием успеха не может являться качество коммуникации. Это не критерий успеха. В конце концов, я знаю массу людей, которые прекрасно общаются, но при этом они гол как сокол, что называется. Ни времени, ни любимой работы, ни счастливой личной жизни, ничего нет. Мы не можем назвать успешным. А обеседует глаз не оторвать, ушей не оторвать. Очень коммуницирует он хорошо. Но эффективной может быть только целенаправленная коммуникация. Если он интересный рассказчик, прекрасный балагур, девушки обожают, когда он шутками услаждает их слух. Это одна история. Но переговоры, презентация – это целенаправленная коммуникация. У него есть критерии успешности. Ты провел презентацию, твой товар, услугу, идею купили, в том или ином виде купили. Есть успех. Ты провел переговоры, ты выторговал для себя выгодные условия. Ты пришел на собеседование, тебе взяли на ту работу, о которой ты мечтал. Или не взяли. Цель достигнута, не достигнута. Но это лишь инструмент. И грамотные навыки коммуникации, они могут быть использованы в самых разных сферах, в том числе в сферах бесполезных, где результата не будет. Более того, успешные люди, если они чувствуют, что они не сильны в коммуникации, диригируют эту функцию. Я знал руководителя инвестиционного фонда, у которого были сложности в коммуникации, психологического свойства, да и навыкового. Он просто взял людей, которые коммуницируют хорошо, и вместо себя посылал их на презентации, переговоры и так далее. Они от его лица, будучи уполномоченными людьми, вели эти переговоры. И он был вполне успешен, хотя его навыки общения были ниже среднего. Не вполне соглашусь с этим. Я понимаю, всегда красота фразы платит истинной. Да. За красивость. Поэтому, мне кажется, это просто явление разного порядка. Я сейчас испытал чувство дежавю, потому что первое интервью, которое мы брали, и первый вопрос, который я задавал, был перечеркнут, умножен на ноль и выброшен в мусор. Это очень важная вещь. Дело в том, что постановка вопроса – это очень важная часть постижения истины. Постановка вопроса. Не ответ на него, а сама постановка вопроса. И она должна быть максимально корректной. Иначе получается, что мы сравниваем красное с баклажанами. Разного порядка видения. А как ты видишь, люди в целом, насколько они умеют задавать вопросы? И я так понимаю, ответом будет – не очень умеют. Конечно, не умеют. Подавляющее большинство не умеет задавать вопросы. Потому что, если вы не умели задавать вопросы, их жизнь складывалась бы иначе. И главный вопрос, который не умеют люди задавать – почему? 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 Куда я иду? Для чего я это делаю? Как я живу? Хорошо. Куда я иду? Туда? Почему я туда иду? Нет ответа. Я хочу заработать миллион. Почему ты хочешь заработать миллион? Нет, не зачем ты хочешь заработать миллион. Зачем ты хочешь? Это понятно. Яхта, вилла. Стоп, стоп, чувак. Либо яхта, либо вилла – это всего лишь миллион. Яхта, вилла, квартира в Москве Там жена модель, мерседес Стоп, стоп, стоп Ты уже насчитал на 12 миллионов Жена модель 25 Нужно что-то выбирать А почему я хочу миллион? Почему я хочу миллион? Я хочу миллион, потому что мне вбилось Это в башку моим окружением Где эта цифра все время мелькает Миллион, миллионер Он заработал миллион Долларовый миллионер Что такое миллион? В Москве приличные квартиры не купить Я сейчас как раз записывал ролик для своих зрителей Где рассказывал, ребята, миллион это реально мало Доказываю, мы приехали с супругой В Калифорнию на побережье Приехали в казино И оказалось, что миллион это очень мало Он спускается за один день Но мы пошли, мы куда приезжаем Всегда смотрим недвижимость Потому что это одно из моих любимых направлений Недвижимость Мы приехали в Лагуна-Бич Маленький курортный городок недалеко от Лос-Анджелеса 6 миллионов приличная вилла, правильно? От 6 Я бы сказал, это простенькие Мы пошли смотреть приличные, они от 14 И я говорю, ребята, забудьте о миллионе И недавно Хорошо, купить виллу А ведь ежегодно нужно на поддержание Конечно Нужен персонал, который будет там работать Нужен бассейн, нужна химия Нужен свет, газ, вода Тепло, кондиционирование, воздух, охрана И прочие вещи Ежегодное содержание этой виллы стоит каких-то денег И немаленьких Хорошо, яхта купил, яхту там 3 миллиона Купил, но яхту, ее парковка Ты не можешь взять яхту, поднять на воздух и унести ее с собой в гараж поставить Ты ее должен где-то парковать На молекулы разложить тоже не получится Совершенно Разобрать ее И отвезти на склад Ты ее должен где-то парковать Должен нанимать каких-то людей, которые будут ее перегонять Ее нужно заправлять топливом Ее нужно там электричество и так далее Все в жизни имеет еще какую-то стоимость эксплуатационную А страховать это вообще отдельная статья расхода А люди думают, что купил и вот оно Ну или там автомобиль Одно ТО, купил Каен Как узнал, сколько ТО Каена стоит Так и глаза выкатил Это нормальная практика Люди не считают денег Не считают расходов Они считают доход, не считают расходов Они считают, сколько они хотят заработать Но они не понимают, как они хотят потратить Даже вот эта вот вещь Очень наивный иногда Взгляд на то, как распорядиться деньгами И я бы очень рекомендовал такое упражнение Взять и расписать миллион Взять, сесть и расписать миллион на год Вот у меня есть миллион Приплыл миллион Каким путем, не важно Распиши миллион Как ты его потратишь На что? И начинаются инфантильные всякие штуки Половину отдам на боготворительность Ну это ложь Конечно Если будет реальный живой миллион Который тебе прикатил Никому ты не отдашь даже Ну ладно, со второго миллиона дам на ложь Очень легко кроить несуществующие деньги У которых нет шансов прийти А деньги, которые пришли реально в руки Особенно, которые дались тяжелым трудом Очень трудно режутся и пилиться таким образом Половину на боготворительность Маме шубу Друзьям всем Не знаю По подарке Но и миллион закончился И миллион закончился По сути Миллион закончился и миллион не начался Потому что у людей, которые подобным образом Распоряжаются деньгами К таким людям эти деньги не приходят У меня такое впечатление, что у денег какая-то своя Душа есть И она, как говорят, души детей нерожденных Выбирают себе родителей где-то там Ну такая есть идея красивая И потом, выбрав родителей Они к ним устремляются И если родители не сопротивляются Эти дети рождаются у них И таким образом Какой ребенок у вас родился Не пеняйте на судьбу Это его выбор Значит вы ему подходите По каким-то параметрам Вот у меня впечатление Что деньги у них тоже есть некая душа И они себе выбирают Того, кто будет ими обладать По каким-то параметрам Ну красивая идея Понятно, что физику это выявление Если вы меня попросите расписать То это будет шизофрения Поэтому я воздержусь от этого Но как метафора Это вполне годится Поэтому Когда ты моделируешь Как ты будешь Распоряжать Как ты будешь воспитывать ребенка Ты можешь каким-то образом Ребенка материализовать Таким образом Или там Девушка, которая ищет парня И она выделяет определенные характеристики И воображает Как она будет с ним жить Как она будет с ним обращаться Где у него будет место Место Где его место Будет в доме И так далее Она вот генерируя в голове Эту модель жизни Она может быть привлекает Таким образом Не то, что Она как-то привлекает его Из вселенной А она просто создает Некую нишу Некое поле И когда появляется В каком-то окружении Нечто соответствующее Туда вот как-то встраивается Мне кажется С деньгами та же история Для них нужно создать Поле Для них нужно создать В своей жизни Пространство Как ты ими распорядишься И если ты ими распорядишься Как ребенком Я возьму ребенка И пойду его Купать в океан В полгодика И утоплю его Вот так некоторые деньги топят И поэтому Не появляются деньги Ни за что Ну в целом В этом интервью Я кстати не планировал Затрагивать тему миллиона Но это одна из моих любимых тем Притом Ты как раз Начал приводить пример с миллионом Поэтому я еще несколько вопросов задал У меня тоже Годы назад Была Этот невроз миллиона Миллион Я заработал миллион Или не заработал Когда я заработаю миллион Когда уже Вот где он миллион Так Когда он будет Я уже его чувствую Да А потом такая просто Интересная штука Когда меня отпустило И я даже не понял И пришел миллион Ну вот пришел Он не то что пришел И остался Ведь деньги это же Они же как бы Они же как все живое Они в движении Да Такого не больше Пришло и вот он лежит в мешок Такой в углу Миллион Нет такого конечно Есть движение Но можно зафиксировать точку Когда через мои руки Прошел миллион Который я сам Заработал Я его сам Каким-то образом Сгенерировал Недавно у меня был вопрос Вообще есть такая привычка Иногда делиться Своими результатами Просто потому что Это мотивирует людей А не просто потому что Я хочу там сказать Вот какой я молодец Некую платочку поставил Палку поставил А я прогидаю 100 метров за 12 секунд Соответственно Вы можете тоже Если вы мотивированы И я пробежал марафон И все-таки О черт Я десятку не могу И начинаю тренироваться Да И значит Вот Какой вопрос мне пришел А кто такой вообще долг Как можно измерить Это тот человек У которого есть в руках Миллион долларов И я говорю так Ребята Для меня Миллионер Это человек У которого Если забрать все Который за год Способен генерить Восстановить его Восстановить этот миллион И делать это Сколько угодно Раз Пока этот человек жив Причем в конкретный момент времени Миллионер может не обладать Активами Которые совокупно Могут быть Монетизированные в миллион Да Он даже может быть в минусе Например Вот в данный конкретный момент времени Он вложился Ошибочно в проект Вложил свои деньги Деньги привлеченные И вот в данный момент Времени Он на нуле В минусе Но он не перестает Быть от этого миллионером Потому что Миллионер Это качественный показатель Неколичественный Но можно предположить Что какой-то человек В каком-нибудь телешоу Выиграл джекпот И срубил миллион долларов Наличными Он приволокл к этому Но миллионером Он не стал от этого Притом миллион Но миллионером он не стал Потому что Миллионер повторяет Это качественный показатель Это человек Который способен генерировать Доход Измеряемый миллионами Он может Направлять на себя Вот такой поток Который исчисляется миллионами. Вот это миллионер. Человек, который может направлять потоки исчисляемыми миллиардами, миллиардер, соответственно, называется. Вот и все. Значит, влияние окружения. Смотри, опять же, что я замечал. Миллионами в год, конечно, не в жизнь, потому что тогда это не миллионер. Конечно. Это на отрезке год. Миллионы более. Совокупный доход измеряется миллионами, но все. Да, не капиталами и так далее. А про окружение заметил такую штуку. Человек, не будучи миллионером и как бы даже изначально там где-то работал по найму, что-то пробовал. Попадая в окружение миллионеров, он каким-то образом пропитывается. И примеров много. Я пример, когда я просто начал... Ищет соленого огурца. Свежий грец попадает в банк с солеными огурцами, становится соленым огурцом через время. Да. Наблюдал за Робертом Киосаки, которому я вот завтра вылетаю на тренинг. Значит, вот человек написал книжку «Богатый папа», создал там игру «Денежный поток» и говорит, я миллионер, да? Ну, тоже мотивирует людей. Молодец. Встречается с Дональдом Трампом. Миллиардером. С миллиардером. И он рассказывает свои ощущения. Дяденька, можно пока ледовать? Да, да, да. За конфетку. Он говорит, ну, послушайте, где я, где вы? Ну, и начинает прибедняться, что он всего лишь миллионер и так далее. Я просто начал наблюдать за ним, да? Потому что я записывался на его обучение онлайн, я проходил тренинги от компании Rich Dad. Сейчас живой тренинг пройду. Мне интересен этот человек, потому что он повлиял на мою жизнь, когда я стоял, когда у меня был кризисный момент, и я решал, что дальше. Он мне помог уволиться с наемной работы, принять это решение, получить уверенность в себе. И что я наблюдаю? Пять лет я наблюдал с момента, как он познакомился с Дональдом Трампом. Ему далеко что-то. Там его состояние около 100 миллионов было. Ну, в общем, еще в 10 раз надо было вырасти. Пять лет проходит, он становится долларовым миллиардером Киосаки. И он делится уже этими результатами. Способный мальчик. То есть, влияние долларового миллиардера. Правильно? Ну, это может быть на уровне инсайта такие вещи. Не обязательно. Он попадает в окружение. Ну, это первая и главная идея. Ты попадаешь в окружение людей с более высоким уровнем и качеством жизни. Общаясь с ними, ты получаешь инструменты достижения этого уровня и качества жизни. Поскольку усилия, которые человек тратит, чтобы заработать две тысячи долларов, и усилия, которые человек тратит, зарабатывая два миллиона долларов, они довольно часто не различаются на три порядка. Они, как правило, различаются кратно или вообще не различаются. И бывает, что человек чудовищно занят на последней, из последних сил, буквально выгорая, зубами выгрызает из пространства эти две тысячи долларов. Другой человек, трудясь вдвое, втрое меньше, генерирует два миллиона, например. При этом, ну, скажем, оба занимаются нелюбимым делом. То есть, мы этот параметр уберем сейчас сюда. Потому что кто-то скажет, ну, да, но зато этот зарабатывает тысячи любимым делом, а тот, значит, стрипуляциями на рынке, на финансовом рынке. Предположим, что этот параметр, как бы, он у них равный. И такое может быть. Количество усилий не имеет отношения к количеству зарабатываемых денег. Как и человек, который лопатой копает землю, и человек, который подъезжает на экскаваторе, копает землю. Вот тот, кто копает на экскаваторе, он вот так вот двумя рычажками делает весь день. Он даже не вспотел. А тот фитнесом занимался. А тот копает вот так. И при этом, в конце дня мы смотрим, один выкопил могилку, а другой выкопал котлован для дома за один и тот же день. Но при этом один упахался вот так, у него крепатура, значит, он здоровье надорвал себе, а другой вот так рычажками подвигал, подвигал, пыр-пыр-пыр, и уехал. Почему? Второй использует экскаватор, который работает на соляре. То есть, он в своей жизни организовал некий механизм, с помощью которого он меньшие усилия может выгребать большее количество грунта. Вот и все. Таким образом, возникает вопрос, можно ли самому сгенерировать такие суммы? Очень мало профессий, которые позволяют генерировать такие суммы, которые осуществляются миллионами. Вот в моей профессии есть определенный предел. Если твой рынок сбыта услуг, это бывшая СССР, ну или там зона, где можно говорить по-русски, она уменьшается с каждым годом, то есть уже мы мало можем рассчитывать на рынок Прибалтики, скажем, Молдавии, сокращается. Англоязычный увеличивается. Англоязычный увеличивается, естественно, рынок. И если не выходить за пределы русскоязычного рынка, то есть некий потолок, который исчисляется суммами, я представляю, какими. Я понимаю предельную стоимость тренинга, выше которой сегодня не переступишь. Я понимаю предельную занятость такую, чтобы человек вообще там коньки не откинул. И вот такая сумма получается. Ну что еще этого можно выкрутить? Ну гонорары с книг, с обучающего видео, вебинары. Что-то можно еще чек как-то поднять процентов на 30, но не больше. Это предел некий. Можно создать свою тренинговую кампанию, привлечь человека в 30 тренеров, создать собственную методику, собственный тренинг, забрендировать его, раскрутить, обучить этих людей. И 30 тренеров, сломя голову, будут носиться по всему русскоязычному пространству и проводить тренингов больше, чем ты можешь провести в 30 раз. И это будет твой экскаватор, который будет выгребать грунт. Но тут ты переходишь в другое качество. Ты перестаешь быть тренером, становишься предпринимателем. Та же самая история с певцами. Как певец ты можешь достичь 10 миллионов долларов, по-моему, больше никто не зарабатывает, чем Стас Михайлов. Значит, десятка в год. Ну это официально опубликованные данные, не знаю, может быть, плюс-минус. Всего лишь десятка. Десятка всего лишь. И это самый топовый. Миллион в месяц, да. Не так мало, согласись, учитывая, что мы живем в стране, в которой заработок от записи и ничего, решающей роли не играет. За год не сможет скопить на Виллу в Калифорнии. Концерты, свадьбы, похороны, поминки, выпускные, дни рождения и так далее. Это вкалывать глоткой. И если завтра у тебя ты наторвешь глотку, то в следующем месяце ты не зарабатываешь ничего, а тратишь столько, сколько привык. Ну есть другой вариант. Взять Стасу Михайлову, сделать свой продюсерский центр, набрать каких-нибудь тоже таких бородатеньких чувачков, значит, научить их голосить и пустить их по миру, раскрутить их на телевидении. Но ты перестаешь быть Стасом Михайловым, становишься продюсером. Ты переходишь в новое качество. Становишься Максом Фадеевым. Совершенно верно. Ты перестаешь копать землю. Прекрасный певец Макс Фадеевым. Фантастические совершенно. Альбомы у него есть до сих пор. У меня все альбомы, что есть. Кассета Ножницы у меня была. Помнишь? Ты становишься экскаваторщиком. Ты перестаешь быть землекопом, становишься экскаваторщиком. Это неизбежно. Либо ты выходишь за границы и начинаешь колесить по миру. У тебя там сразу поднимается, кратно поднимается. Ну, не сразу. Пока ты приобретешь такой же вес, такой же статус. Или, допустим, Стас Михайлов научился петь по-английски и стал такой Демисрусс. Демисрусс умер. Стас Михайлов. Просветает в Америке. Примерно такой же тенорог у него. И можно было бы что-то блеять. В общем, произвести впечатление не только на наших дам, но и на дам. На него нашелся бы спрос везде по миру. Вот сто процентов. Стас Михайлов это модель ролевая для очень многих женщин. Да и мужчин тоже, по меру. Не все хотят экскаваторщиками становиться. Понимаешь? В чем, я бы сказал, проблема. Есть прекрасные врачи, которым на коленях умоляют возглавить какой-нибудь медицинский центр. Они ни в какую. Они ни в какую. Они оперируют, ночами выходят на дежурство, пьют спитой чай. Там спят на каких-то кушетках. Лечат и бомжей, и всех, кого им привезет скорая. Но ни в какую не уходят. В нарядный, под них сделанный медицинский центр с инвесторами, всеми делами. Потому что они не хотят быть экскаваторщиками. Они хотят быть земляков. Это опять же зона ответственности, они не хотят. Не то, что... Иногда он говорит, я, значит, клятву Гиппократа давал, я врач, я, значит, это мое призвание. Это одна идея. Идея вторая. Просто это другая работа. Я не хочу другой работы. Иногда это другая ответственность. Возглавлять центр, когда под тобой еще там 20, 30, 60 человек. Да. И самому руками. Я отвечаю за то, что делаю своими руками. Я не хочу отвечать за тех, у кого я не могу контролировать. У кого кривые руки. Это вполне понятно. И я это понимаю, я это принимаю. И я знаю, что эта проблема существует. Люди хотят копать землю своими руками. Они не хотят становиться экскаваторщиками, а зарабатывать они хотят, как экскаваторщик. И грунт они хотят вынимать, как экскаваторщик. Понимаешь, какая штука? То есть, держа лопату в руках, они хотят результаты экскаватора. Есть прежуточное звено. Западный мир давно предложил эту модель. Ты хочешь зарабатывать экскаваторщиком, но не хочешь быть экскаваторщиком, хорошо. Заправляй солярой экскаватор и получай часть грунта, которую выгребает экскаватор. Инвестируй в чужие проекты. Да. Ты не лезешь в управление, ты не суешь свой нос в то, кого назначают менеджером, но ты получаешь более или менее гарантированно часть дохода, часть грунта от этого экскаватора. Но ты при этом остаешься врачом, офицером и так далее. Но эта культура не переживается ни в какую у нас. Ни в какую люди не говорят. Понять их можно. А читают все и сайте. Каждые 3-4 года рынок ныряет. Заставить людей инвестировать рубли и потом, чтобы в перспективе 20-30 лет получали дивиденды на вложенный капитал. Но это наивно. Более того, несколько было заведомо мошеннических схем привлечения инвестиционных средств. Люди в это нырнули. Я, честно говоря, сам не рискую. Ни ПИФы, ни фонды, ни здесь, ни за границей. Сам не рискую, потому что предпочитаю реинвестировать собственные проекты, которые нуждаются в привлечении средств. Либо в недвижимость, как в самую надежную сферу. Как в самый надежный способ заморозить капитал. Отличный способ получения пассивного дохода все-таки. В России не отличный способ. По схеме Киосаки не получается, потому что он исходит из 4% в год по кредиту. Но у нас такого процента нет. Никто не дает такой процент. Но не обязательно по схеме Киосаки можно адаптировать. По своей схеме не получается. У меня есть квартира, которая сдается. И ты знаешь, это не прибыль. Если бы эта сумма живыми деньгами была, я бы ее использовал более грамотно. Но опять же, уперлись в Россию. А кто мешает? За рубежом инвестировать. Мы ее купили, когда у нас было двое детей. И потом детей стало четверо. Мы просто в ней перестали помещаться. Квартира шикарная. Она мне очень нравится. И мы до сих пор тоже где-то в этом районе. Да, ее видно отсюда. Окна этой квартиры видна отсюда. Из моего офиса. Хорошо. А кто мешает людям посмотреть варианты инвестирования в зарубежную недвижимость? Никто не мешает. Некоторые мои друзья так сделали. Они инвестировали, вошли на этот рынок с 20-30 тысячами евро. Сумма вполне посильная для многих людей. Они с этой суммой вошли. Просто люди не знают, боятся, что это далеко. Невозможно контролировать. Или просто лень этим заниматься. Неохота. При том, что во всех агентствах, которые занимаются западной недвижимостью, там, находящиеся в Испании, Португалии, США, есть русскоговорящие специалисты, которые могут показать на сайтах, пригласить, сделать тур, показать эти апартаменты, эти виллы. Мой товарищ зашел с 20 тысячами евро. И потом он не платил больше ничего за свои апартаменты, потому что платило ему агентство. Он купил апартаменты и тут же их сдал обратно в то агентство, которое ему было купить. И это агентство привлекает людей, которые снимают эту квартиру, оплачивают банку кредит, остается какой-то еще люфт, они его перечисляют владельцу. Он в любой момент может сказать, стоп машина, я хочу там жить. Или стоп машина, я хочу продать. И они же ему ее и продадут. Он получил кредит у испанского банка, то ли 2,5%, то ли 3%, потому что он иностранец. Был бы он испанцем, испанским гражданином, процент был бы еще меньше, 2,2% или что-то в этом духе. Да, ну и в Таиланде такие же проценты. То есть не только Европа, но и Азия. Ну у нас высокие риски, поэтому у нас проценты высокие. Никак не раскрутится эта механика, потому что не хватает, не хватает то ли оборотных средств, то ли культуры, то ли ощущения безопасности. Не хватает. И это понять можно, это обоснованное вполне опасение. А если вот мы к деньгам и к миллиону подойдем с такой стороны, как ты считаешь вообще, насколько, вот именно с твоего взгляда это верно, количество денег зависит от того, насколько уверен в себе человек. Имеет связь здесь? Не могу судить, у меня слишком мало данных для того, что делать такие выводы. Нет статистики. Я когда недавно проводил опрос, почему вы хотите заработать миллион, тоже записывал видео, смотрел ответы. И для меня самый гениальный ответ, это был, я хочу заработать свой первый миллион долларов, чтобы затем заработать второй. Ну это логично, второй не заработаешь, не заработав первый. Второй этаж дома не построишь, не построив первый. То есть все зависит от величины. Я понимаю людей, которые мыслят такими категориями. Для них заработать миллион долларов, это какая-то условная планка. Пробежать марафон. Марафон-то 42 километра, 195 метров. Это даже не круглое число, не 50, не 100. Почему тебе нужно пробежать марафон? Ну потому что марафон во всем мире, это некий, очень раскрученный такой бренд. Миллион долларов, причем долларов, не евро, не фунтов. Заметь, миллион долларов. А именно миллион долларов, это раскрученный бренд. Стереотип такой, да? И при том, что его стоимость, она за последние 10 лет, 20 тем более. В три раза уменьшилась. Конечно, она уменьшилась. Этот миллион уже не тот, что был 30 лет назад. Совершенно не тот. Это уже 300. Это уже 300 тысяч баксов. Это по покупательной способности. Но моральный его капитал только вырос за это время. И, конечно, людей, которые стремятся заработать миллион, это как доказать себе что-то, как пробежать марафон, как вот, не знаю, нырнуть в прорубь. Я сделал этот. Вот эта вот штука. Им, они не ответят на вопрос, зачем им миллион. Он выполняет такую символическую функцию. У них нет планов на этот миллион. На квартиру, на яхту, на машину и так далее. И это окей. Это тоже готов понять и принять. И человек заряжен вот этим миллионом. Он невротически заряжен. Он ему нужен кровь бизнесу. Причем нужен вот в такой промежуток. Добьюсь, не добьюсь. Если добьюсь, я молодец. Не добьюсь, я тварь дрожащая и так далее. Но это для молодых людей нормально. Для взрослого человека это странная такая история была бы. Потому что у взрослого человека есть совершенно конкретный бюджет, который он должен закрывать ежемесячно, хочешь не хочешь. Когда я ставил цель и отвечал на вопрос, для меня был ответ очевиден. То есть, одна из целей миллион долларов, это просто потому, чтобы повысить уровень своей жизни, уровень свободы своей жизни. Для этого тебе не нужно мыслить категориями миллион долларов. Тебе нужно понимать бюджет. Да. Причем бюджет очень хорошо рассматривать. Месяц отличный промежуток. Ты понимаешь, какие у тебя расходы в течение месяца. Насколько ты хочешь поднять уровень жизни. Во сколько тебе это обойдется. Сколько ты должен зарабатывать с учетом того, что ты можешь нырнуть какие-то месяцы. Значит, тебе нужно иметь какой-то оверсейл для того, чтобы за счет него покрывать моменты, когда ты нырнешь. Плюс нужно иметь, что-то откладывать обязательно, поскольку должно быть ощущение безопасности. Нужно иметь какой-то жирок на несколько месяцев жизни, в случае, если ручеек этот по каким-то причинам пересохнет. Рассчитываешь, сколько нужно. Исходя из этого, дальше строишь стратегию. Обычно качество людей растет по мере финансового уровня. Но не всегда, правильно? Не всегда, конечно. А вот для тебя что качество жизни? И бывают случаи, когда человек, пока он работал и зарабатывал, на человека был похож, как заработал, вдруг стал каким-то совершенно отталкивающим типом. Вдруг в нем проснулись какие-то снобизм, какая-то надменность. Надменность какая-то, не знаю, вдруг человек преобразился. Такое бывает, когда некоторые люди встречают своих бывших одноклассников, преуспевших и вдруг приобретших вот такой вместе с лоском еще и какую-то надменность. Они говорят, ну вот деньги испортили человека. Ничего похожего. Деньги не могут испортить человека. И деньги не могут человека улучшить. Да. Они могут проявить человека, правильно? Да и проявить не могут. Мне кажется, человек просто сам начинает проявлять что-то в себе, что он раньше скрывал. Он подумал, что деньги ему теперь дают, что некое превосходство над другими дает ему право быть свиньей теперь. Потому что, ну как же, я же лучше вас, я же богаче вас. Поэтому я могу быть свиньей, а вы не можете, потому что вас менты повяжут, а я от ментов откуплюсь. Ну вот каким-то таким образом. Мы затронули тему вопросов. И я считаю вообще, что качество вопросов это качество нашего обучения, развития и роста. И, соответственно, вот как людям научиться вот задавать именно качественные вопросы? Что научиться? Это врожденный навык. Что делает ребенок? Он задает качественные вопросы. Которые приводят к результату. Откуда я взялся? Что такое хорошо и что такое плохо? Почему трава зеленая? Почему деревья качаются? Ну на эти вопросы всегда есть ответы. Когда мы поедем на море? Но он задает качественный вопрос, тем не менее. И родителям очень сложно отвечать, поскольку на качественный вопрос отвечать сложно. Лихо отвечать на простой. То есть удобный и неудобный. Как пишется молоко? Через О. Все, зашибись. А вот почему качаются деревья? Не всегда сам понимает взрослый. Перепад давления, смещение воздушных масс. А почему смещение? Хорошо, папа, я все понял. А деревья почему качаются все-таки? То есть есть цепочка бесконечных вопросов, которые как бы ты ни отвечал. А это прекрасно. Это прекрасно. Это путь бесконечного развития. Я хочу миллион. Почему я хочу миллион? Потому что, потому что, вот так. А почему это? На этом коучинг построен. Да. Ведь коуч, весь профессионализм заключается в том, чтобы построить цепочку вопросов грамотно и позволить человеку докопаться самому до своего решения. До своей мотивации, до своих страхов, до своих опасений, до своих нужд. В общем, до себя докопаться. Коучинг помогает человеку докопаться до себя с каждым вопросом, выгребая очередную там плошку жижи из этого колодца. Бесконечного поры. Хорошо. Опять же, та же цель, миллион. Как в достижении этой цели может помочь и может ли наставник? Вот я как человек, который постоянно обучаюсь, тренируюсь у наставников, мне это очевидно. На твой взгляд? Мне очевидно. Достижение любой цели может опираться на собственные силы, на собственные ресурсы. А может быть привлечен дополнительно человек. Понимаешь, какая штука важная? Когда я один копаю к цели, я ведь могу не знать, туда ли я копаю. Выкопал, да не туда. Выкопал, да не туда. А когда появится второй человек, это, знаешь, как два глаза. Два глаза, две точки зрения. И получается объемное изображение, ты уже отчетливее понимаешь, где цель находится. Особенно, если второй человек эксперт, специалист. Он не просто второе мнение высказывает, а он высказывает правильное мнение. Он высказывает экспертное мнение. Ведь он-то уже это сделал. Небезательно, кстати. Наставник может быть не обязательно. Наставники чемпионов не всегда чемпионы. Наставники миллионеров не всегда миллионеры. Не всегда. Но часто. Возможно, человек просто, ну, как врач, да, врач, который лечит миллионера, может не быть миллионером, но вылечить его хорошо Может быть миллионером, но вылечить плохо Должен быть второй специалист, который понимает, как на самом деле Который прошел через сотни подобных ситуаций и знает, какие возможны последствия и так далее, и так далее, и так далее Людям свойственно такое самомнение Бывает такое, мне человек пишет, вот я, у меня вот такая вот проблема, как с ней разобраться Я пишу, обратитесь к психотерапевту, это стандартная, у вас стандартная психотерапевтическая ситуация Ее любой терапевт, третий, четвертый курс университета уже разводит, да, обратитесь к нему Спасибо, я так и знал, что вы мне не ответите, я как-нибудь сама разберусь с этой проблемой Как ты сама разберешься со своей проблемой? Ты не можешь себе зубы вылечить, собираешься лечить свою душу? Зуб вылечи себе сама, зеркальце вот так возьми, там, что, напильничком возьми, растворчик Почему ты думаешь, что с душой своей можно обращаться, что она более простой инструмент? Более сложный, кстати Конечно, ну, не змею Если специалист подходит к делу, то, конечно, шансы на ускорение продвижения повышаются, во-первых Во-вторых, на коррекцию цели Потому что бывает, что человек не свою цель, не родную цель поступит Она ему навязана окружением, телевизором, модой Он к ней рубится, и когда она ее достигнет, что он испытает? Разочарование Потому что счастья она ему не принесет Уйдет в депрессию Ложная цель Ну, может, не уйдет в депрессию Да, скурится, сколится, сядет в тюрьму Не обязательно, но просто человек достигнет цели и не испытает той радости, которая адекватно усиливает Потерянное время жизни Ну, совершенно верно И самое печальное, потом с этой целью надо что-то делать Вот он рубился к этой белой яхте, да, он купил ее Поднялся набор, через 20 минут его вытошнило первый раз, потом еще второй И потом он говорит, причаливайте к чертовой матери, у меня морская болезнь Продаю Продаю, а продашь ты ее с потерей третьей стоимости, да И потом скажешь, ну блин, несчастье где? Я думаю, что буду на белой яхте, и будет счастье Такая же подстава с зонами моделями С миллионами С миллионами С майбахами, с рублевками и прочие вещи Когда человек ложную цель, ну не то чтобы ложную, неродную цель себе поставил И еще и сжег лет 15 жизни Единственной драгоценной и которая неповторима Мы не знаем, повторимо или неповторимо Давай согласимся, что мы этого наверняка не знаем Но это точно неповторимо Мы этого наверняка не знаем Мы боюсь, что мы этого наверняка не знаем Но исходим, каждый исходит из своих верований Кто-то верит, что неповторимо и исходит из этого Кто-то верит, что можно повторить шанс и исходит из этого В любом случае бывает жалко и обидно А специалист Кстати тоже стандартная задача Поиск цели Коррекция цели Бывает так человек живет, я не могу найти свою цель Вот я не понимаю ради чего я живу Я живу по накатанному, по инерции Меня все в принципе устраивает Но нет амбиции, нет какой-то высокой цели Которая стремится Нормально, мне не нужны миллионы Я не мечтаю о яхте, я не хочу ничего Но меня это корежит Потому что я взрослый человек У меня должна быть какая-то цель, к которой нужно стремиться И тут появляется волшебный коуч Психолог, психотерапевт Который говорит Нормально, сейчас будем искать цель Есть специальные механизмы Час-два, консультации Кое-какие активности совершают Человек находит свою цель, описывает ее В понятных ему критериях В исчислимых параметрах Обозначает ее во времени Он выходит после консультации терапевта С инсайтами У него горящий глаз Все, я понял, ради чего я живу Либо я понял, что в течение некоторого времени И он определил, какого Я не заморачиваюсь с этой темой Это тоже хороший вывод У меня было свое время Я заморачивался, что нет у меня целей Куда, чего Меня успокоил психолог Который сказал, что я тебе разрешаю В течение такого-то времени Для этой темы не париться Есть такой мораторий На думание На переживание Насчет того, что нет цели Если перестанешь напрягаться Цель тебя найдет Вот тебе полгода В течение полугода Цель тебя найдет Ну как бы это Разработало как программа Я понимаю, как эти механизмы работают Но, понимаешь, от того, что ты понимаешь Как работают механизмы Они не перестают работать И эта штука сработала В какой-то момент У меня пришел инсайт И так далее Но он происходит только Когда расслабишься Когда перестанешь напрягаться Вот не любят успех Не любят напряжение Это точно Как ты говорил в первом интервью Играючи Все легко Напряжение Начинаешь напрягаться Начинаешь тужиться И не получается Ты блокируешь все пути Которые вот То ли блокируешь То ли перенапрягаешься И перестаешь видеть решение То ли ты Черт его знает Что происходит Все-таки вот это состояние потока Тут не может быть напряжения Если ты напрягся Ты передавил шланг Поток прекратился Правильно? Да Совершенно А как в спорте Та же история Такой вот интересный вопрос Хочу задать Вот женщин мы сейчас Трогать не будем Но почему вот мужчина Все-таки должен Зарабатывать достойно Успешно Обеспечивать Ну вообще Свою семью достатком Ну и почему Так скажем Мужчина просто По приколу Должен заработать миллион На твой взгляд Странный вопрос Ты знаешь Почему мужчина должен Чистить зубы А вдруг ему сегодня Не предстоит целоваться Ну мы же не задаемся вопросом Каждый раз Когда мы бремемся Чистим зубы Умываем лицо Зачем я это делаю Почему я Почему я это должен делать В конце концов Да Кто Кто сказал Что это должен Ну мне кажется Что обеспечение Достойного уровня жизни Это гигиеническая задача Не более Почему-то Такая идея взялась Что купить свое жилье Это роскошь Что И вновь Билось в умы людей Да Что это роскошь Стоит ли покупать квартиру Этим заморачиваться Слушай Сто лет назад Простой деревенский парень Который там Плугом Землю Вспахивал Когда он женился Он ставил себе дом Ему в ум не приходило Усесться к родителям Залезть к ним в спальню Улезться на полок С женой Еще с ребенком И там у них храпеть Понимаешь Там носки стирать И так далее В ум не могло прийти В страшном сне Первое что делал Подкатывал там лес Ставил дом Рядом с родительским На той же территории Не на той же территории Ставил себе дом Для себя и для своей семьи Вил гнездо Это было естественно Для деревенского парня У которого доход был Совокупный Годовой доход Равный нашему дневному доходу Да И в ум не приходило А стоит ли обзаводиться Своим жильем Женушка Она бы так пальцем Прокрутила бы так Что прокрутила бы себе Висок весь Аж до мозга Потому что Ну а как А как По-другому Свое жилье Должно быть Это гигиеническая задача В этом нет ничего Такого Должен ли мужчина Не должен Нет не должен Ну а как по-другому То Должен ли мужчина Стричь ногти Или можно Без этого обойтись Можно без этого обойтись Можно Ну есть такие люди Не стригут ногтей Например Да Не чистят зубов Никогда вообще в жизни Такое бывает Ну Ну это какая-то Другая планета Какие-то другие люди Гигиеническая задача Нормальное жилье Нормальный транспорт Нормальная одежда Нормальный там Медицинский уход За туловищем И Примыкающими К ним Органами Это Ну как гигиена Гигиена жизни Все А выше Там Начинаются же опции Да Ну для кого-то Знаешь Вот яхта Да например Раз уж Она упоминалась Немного раз Для кого-то яхта Это символ Некоего успеха И вот Выглянуть из окна Своей виллы Видеть яхту Вот Я успешен А для кого-то Человека Это Физически необходимая вещь Болтаться на волне Понимаешь Крутить эти веревки Рисковать Значит Плыть Через пространство Для его любимое дело Может быть Ну может быть Для него яхта Совершенно другая история Вот Это не фишечка Не роскошь Да Для меня Удивительная есть Констатация факта Я стал равнодушен К машинам Мне тут поверь Мне абсолютно Пофиг На чем я еду Что за рулем Что на заднем сиденье Да Ну безопасно Удобно Комфортно Не трясет Не воняет В машине Меня устраивает Вот Я Меня как-то Отпустила Вот эта вот тема Гнаться за машиной Недавно А была вообще Когда-то была Когда-то вообще Когда-то машина Какая Вот это было Это был Фетишизм Был своего рода Да Это был мотиватор Весь вот Достичь Выйти вот Такую машину Ах Такую Пока не могу А это Компромисс Я вынужден Ездить на этом А продал Машину Мечта Машина Мечта Да Люди С ума сходят По такой машине Мечтают Я ее купил Я ее продал Потерял половину Суммы Потому что Еще и Кризис Покупал Продавал В рублях В валюте Ничего не испытывал Никаких Кошка погибла Это горе А вот Машину Потерял Ну Продал Не было ей Применения Должного И ничего не испытывал Отпустила Вот понимаешь Ценность Всех вещей Она Внутри Ее нет А в объективной реальности Ее нет И кстати Проклятие миллиардеров Все что можно купить За деньги Теряет ценность Куплено Для меня машина Потеряла ценность Как только Я могу сразу купить Другую Такую же Или другую Практически любую Наверное Могу купить машину Есть скорее машина Которую я не куплю Но В принципе Из таких вот топовых Могу любую купить Но не покупаю Потому что Нет ценности в этом А какие-то вещи Приобреди в жизни Ценность У них за деньги не купишь Ценность привела Время Близкие люди С которыми Я времени провожу мало Какие-то навыки Которые мне уже не успеть освоить А так хотелось бы Вот они приобрели ценность А все что можно купить за деньги Почему-то ценность теряет Это кстати Надо предупредить Всех Кто ставит себе деньги В деньгах И счастливые Это вы Гарантированно Разочаруетесь Разочаруетесь В ценностях В ценности вещей Которые можно купить за деньги Как только вы можете Легко купить Любую Это как знаешь Есть такие мужчины Которые Женщины покупают Так или иначе Да Ну то есть Они могут даже Могут быть даже Отношения похожие На брак у человека Но все равно Эти отношения построены На неких финансовых Инвестициях Инвестиции в данном случае Не подходят На финансах То есть Это женщина с ним Потому что И он ее покупает Это контракт Да И знаешь что происходит Что с этим человеком происходит Какой ужас Он У него трофируется Способность любить Он может Купить Как он думает Купить любую женщину С любыми качествами И он Теряет к ним влечение Теряет к ним интерес Теряет Он перестает страдать Мучиться Испытывать страсть Разочарование Он просто Равнодушен Как товар Физически Пушил Ты покупаешь Батон И сливочное масло Ты кладешь А я купил батон Боже мой Батон Я купил его Я сделал это С маслом Отлично Сливочное масло Оно лучше других У тебя же нет Тупо батон и масло Купил женщину Купил там Машину Купил Ну Вот что Вот в чем проблема Которую нужно Учить Нужно ли купить Вот у меня тоже Я как-то болел По машинам Но потом я просто Купил их Несколько Вот чтобы просто Ну Снять вопрос Чтобы снять вопрос Потом понял Эх Купил До не того уровня Поехал в Америку Купил Лексус Ребята О здорово У тебя Лексус Но я так понимаю Что во-первых Многие люди Особенно Россия Казахстан Вообще страны СНГ У них машина Это действительно В разряде мечты И некоторые в кредиты Влазят Чтобы пахать Это советское И они никогда Не отдадут никому Покататься на своем машине В Америке свободно Во-первых Там не важно На чем ты ездишь Едет кто-то На старой Камре Либо я еду На Лексусе И никто там Не будет как бы Говорить что Вот Лексус Нужно пропустить А Камре Пошла она А у нас Здесь прям Да я много раз замечал Если едешь на статусной машине Даже когда ты Ты должен пропустить Ты должен уступить дорогу Тебе уступают дорогу Ты проезжаешь В недоумении Как вообще Ты на главное Что ты меня пропустил У нас инстинктивно Статусная машина пропускают Ну рабская психология Она осталась Картинки мечты Обязательно машина То есть машина Это мечта Это объяснимо Это нормально Это объяснимо Наследие советского времени В советское время Машину себе могли позволить Очень немногие Поэтому у людей осталась Иклюзивность машины Как некий символ успеха Некий жупел Хотя я знаю людей Состоятельных весьма Которые не пользуются Автомобилями вовсе Они так построили Свою жизнь Что им нет необходимости Садиться за руль автомобиля Или нанимать водителей И так далее Для меня это невозможно Потому что четверо детей И они все в разных направлениях В разное время едут У меня два водителя Мне меньше нельзя Никак И машин три Это тоже минимальный Потому что По идее надо четыре Но просто я не сажусь В последнее время Практически совсем за руль Поэтому мы как-то Обходимся таким парком Но это другая вещь Это просто Логистическая потребность есть И это не имеет отношения Ни к престижу Ни к понтам Не дай бог Конечно же А здесь у нас именно в действительности Есть такое Что купить машину Чтобы показать Произвести впечатление Чтобы подтвердить свой статус Чтобы подпитать свое Не знаю Самоуважение Например У меня есть машина Я уже молчу Что Вот как Без коня мушкетер Невозможен Это Принадлежность К дворянскому роду А ведь действительно В европейских культурах Выражение Всадник Означало Принадлежность К дворянскому роду Всадник Понтий Пилат Есть лошадь Или нет лошади Есть лошадь Чтобы пахать Ты крестьянин Если лошадь Для седла Ты дворянин Обедневший Неважно Но ты человек чести Ты дворянин Ну поэтому Человек покупает Девятку Какую-нибудь Тонированную Тюнингованную И все Он дворянин Человек чести У него машина есть Там девочки Покататься Ну как велик Как велик Когда он был По 12 По 10-12 лет У меня есть велосипед Могу покатать На раме Сейчас это утрачу Велосипед Сегодня не диковинно Для любого ребенка Все отпустило Так же будет с машинами Да Ну и тем более Видишь какая штука У нас же Разные идеологии Пока Мы еще В плену идеологии наживы Западный мир Преимущественно В идеологии потребления Живет Это следующая формация Идеология наживы Подразумевает Ты должен Нахапать Любой ценой бабла И всем подсунуть Под нос Что ты крутой Чтобы все тебя уважали Потому что Нахапу бабла В обществе Уважают тех Кто соответствует Идеологии Ну соответственно В западном мире Уважают тех Кто Много потребляет Поэтому там Потребление на показ Так часто Можно Поэтому каждый год Нужно покупать Новые вещи Не важно Они должны быть модные То есть Этого сезона Ой Это прошлого сезона Вещь 70% скид Что Там Машина Должна быть Новая Вот Из модных И фон Современный Совершенно верно Люди потребляют Напоказ Несмотря на то Что функционалом Они не пользуются Например Ни этой машины Ни этого телефона И эта вещь Она никак По своему функционалу Не уступает Прежний Который ты отдал Там В детский дом Или В Ну В Армию спасения Ты должен Демонстрировать Соответствие Идеологии У нас Сейчас Задача Наживаться Любой ценой Но не у нас Я имею ввиду У нас Людям Не важно Какой ценой Люди заработали Поэтому Эти попытки Всяких Антикоррупционных Организаций Вытащить за ушко Да на солнышко Коррупционеров Они Общество Никак на это не реагирует Никого это не раздражает Они даже говорят Ну что Заработал молодец Не завидуй Как Но ведь он же украл Ведь у него же Официальная зарплата 40 тысяч А у него дом За 40 миллионов Ребята Он же украл Ну украл и молодец А ты не завидуй А теперь идите Общество наживы В западном мире Непредставимо Непредставимо Потому что Расходы человека Должны быть Сообразны его доходам Если есть разница Значит он нечистен Значит он нарушил закон Если он нарушил закон Будь добр за решетку А кто не посадил его за решетку Будь добр за решетку Вот такая история Мы Идеология правит миром Я когда Снял ролик Первый На новый айфон Я его купил Для того Чтобы качество видео Были лучше А там действительно Камера в 4 раза лучше снимает Которая вот фронтальная И просто рассказал Что Теперь ролики будут лучше Потому что Вот камера на новом айфоне Несколько людей Меня обвинили в том Что Рекламируешь на фронт Ну это всегда было Что я рекламирую Эппл И получаю деньги С этого Но меня обвинили в том Что Ты купил Потому что это понты И я смотрю Что так говорят люди Вот для которых бы Это было понты Совершенно верно Да Человек Судит о других По себе Совершенно определенно И когда мне люди пишут Допустим Я пишу Улетаю Он продал бы свой твит Этот человек Продал бы Я не продам А этот человек Продал Потому что Если он видит Что я так делаю Значит Наверняка Каждый человек Судит по себе И поэтому Меня это вызывает Просто ухмылку Я раньше злился Раздражался Как так Ведь Ну Ведь мы же В соцсетях Мы же друг другу Должны помогать Говорить Вот у этих людей Некачественный товар Не пользуйтесь А у этого качественный Пользуйтесь Почему же люди Сразу пишут Ага Тебе заброшляли Проплаченный твит Проплаченный твит Ну а как же Мы же друзьям Всегда говорим Ребята Был в таком месте Сходил в такую перепад Офигенный мастер Наташа Спросите Наташу Офигенный мастер Так меня поставил Лучше никто не стриг Откатывать небось будет Десять процентов с нас Это же безумие Этого же быть не может Даже если бы было так То какое дело Тому человеку Даже если Это же другой вопрос Какой дело Другой вопрос Каждый имеет право Делать свои догадки Еще одно обвинение Вот у тебя три айфона Ты зажрался Но Вот этот айфон Нужен для того Чтобы снимать картинку Снимать картинку Это для того Чтобы светить Это для того Чтобы писать звук Это для того Чтобы по нему звонить Это нужно Слушай Мне кажется Количество телефонов Сегодня вообще не Это вообще Не обсуждает Ни способ Показать Ты сейчас видишь Что четыре айфона Панты это верту Айфоны сегодня Уже Классный инструмент Качественный Вот один Почему Вот это же Верту Это тоже качественный инструмент Просто нужно понимать Что Бриллиантовое колье Не для того Чтобы ловить им рыбу Заколачивать гвозди Или Оно не функционально Потому что Прелесть его в том И заключается Что в нем Нет никакой необходимости Оно даже Как предмет Для инвестирования Не годится Это просто Ну как кошка Она тебя Ловит мышей Не ловит А что она делает Ничего Она урчит И ластится Вот она просто Красивая Ты просто на нее Смотришь Каждый винтик Закручен В белых перчатках Вот так вот Ты не представляешь Как там сделана Каждая деталь Это произведение Искусство Ты его держишь В руках Он совершенно Отстал От функционала Он Ну я честно Не беру Там у них есть Сейчас и смартфоны Вот просто Но ты когда берешь Его в руку Ты Ну не знаю Как ты берешь в руку Статуэтку Микеланджева От нее никакого толку нет Ты берешь в руку Ты понимаешь Что это вещь Это просто красота Это другая категория А понты Не понты Да Ну у него есть Такая функция Некоторые выкладывают На стол Чтобы продемонстрировать Ну каждого свое Кто-то надевает украшения Чтобы все офигели От зависти А кто-то надевает украшения Для себя Чтобы было Ну чтобы приятно Было красиво Я помню Когда мы в Алмате Записывали интервью У меня были Шпаргалка На макбуке И мне все Проплаченное видео Ты рекламируешь Apple и так далее Да И Ну возможно Такие люди Действительно бы рекламировали Приоткроем небольшую Такую Кулуарную тайну Может быть Все-таки Историческое событие Случилось Первая наша передача Которая снимается На 5 айфонов Итак Первый айфон Стоит Он со стабилизацией Изображения Он делается То есть функционал Мы обосновываем Потом Вот айфон Служит диктофоном Вот можете посмотреть Петлица у Радислава Петлица у меня Вот он айфон Затем Телефон Радислава Подсвечивает Дает свет Потому что Света недостаточно Ну мы Да Мы подсвечиваем айфон И телефон Максима Это второй свет Для того чтобы Картинка просто Была приятнее Глазу зрителя Ну это Прикольно С 5 айфонов Записали интервью Да И Руслан Кстати Ты знаешь Что Твое имя Будет в титрах Нашей передачи Оператор Осветитель Да Вот И Кстати Интересно У нас как-то уклон В этот раз Мы про деньги Про миллионы Говорили А по-моему В прошлый и позапрошлый раз Мы писали интервью У нас вообще Мы эту тему не поднимали Мы поднимали тему успеха В жизни Тему саморазвития И так далее И так далее Но так в прямую Про деньги Про кэш Про купюры У нас Речи не было Эта тема Очень востребована Сейчас И как-то оно само Пришло потоком И Завершая Вот эту вот Техническую Секретную сторону Помнишь Когда в Алмате писали У меня было пять камер Помню, да Внутри было Человек-десять народу Еще То есть операторы И спрашивали Зачем пять камер Я говорю Я хочу воссоздать Эффект фильма Матрица У них было сорок камер Облет Радислава А потом понял Что это ни к чему Конечно Конечно Ну да Ты знаешь Мне кажется Что Количество Спецэффектов И Качество контента Они находятся В взаиморовновешивающем Да Баланс Когда у тебя Качественный контент Тебе Нет необходимости Вкладываться Серьезно В обертку В какие-то там Спецэффекты А когда контента нет По сути Матрица Отличный фильм Но в каких-то сценах Спецэффект Это все Что было ценного То есть Когда там Две трети фильма Ценность спецэффекта А не в том Какое действие Разворачивается Ну что Скажем Погоня Ну Идет погоня Нас не догнали Это весь контент А вот Процесс Вот это важно Поэтому можно обходиться Без этого Хотя конечно Человеческий глаз Он любит движение Он утомляется Если движения нет В кадре Да Самый неожиданный вопрос Который тебе сейчас Хочу задать Почему ты находишься В рейтинге На первом месте В нашей передаче У меня есть пару подсказок А мне нужна гипотеза Усказать? Да Ну почему В рейтинге Это что значит Самое большое количество Отзывов Самое большое количество Просмотров То есть Итого и другого И третьего То есть Максимальный охват Максимальный Мне хочется верить Что я наверное Сказал Самые лучшие Умные Полезные вещи Из всех Кого ты интервьюировал Да Но мне нравится Такая версия Мне тоже Да То есть А ты не знаешь Ребята У меня есть гипотеза Почему люди Вообще Любят нашу передачу Да Смотрят Потому что Она является Замочной скважиной Через которой Можно подглядеть За неформальным общением Да В расслабленной обстановке Опять же Как ты говорил Легко Люди когда любят Когда легко А тебя любят Люди смотреть Потому что Ты подаешь Очень качественный контент В упаковке Который может быть Расценен Как развлечение Человеческим Закон Да Человеческим Который понятен Абсолютно всех И можно смотреть Не уснув Достаточно долгое Количество времени Рекордное количество Времени Я сам пересматриваю Много видео Вот Поэтому Фантастическая вещь О которой я хотел бы затронуть Которую мы уже обсудили Ты говоришь Вот Два человека Делают примерно то же самое Усилия одинаковые Но этот в 10 раз Получает больше И вот вчера мы летели В самолете Я тебе Пообещал рассказать Про ту систему Когда вот я начал Снимать передачу Абсолютно не знаю Как она будет приносить деньги Хотя опять же Меня обвиняли Что я веду передачу И встречаюсь с людьми Ради денег Ради пиара И так далее И никому не приходит в голову Просто потому что Мне это реально нравится Почему никто не мог повторить Потому что им это не нравится Они не смогут этим заниматься И по сути Через 9 месяцев Я добавил всего лишь По скриптум Одну детальку И у нас пошли доходы То есть от канала От рассылки И так далее И поэтому я могу точно подтвердить Сейчас Вот то о чем ты говорил Два человека делают одно У одного изобилия денег У другого Острая нехватка Острый дефицит И это повод задуматься Я думаю Каждому человеку Что можно немножко докрутить Можно докрутить Как работа художника Он делает живопись Такого же уровня Всегда Но потом Есть некое 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 еще Небольшое действие После которого Например Он берет И идет в галерее И выставляет Свои работы И не начинает продаваться Или находит Галерейщика До которой Начинает его продвигать Или он изучает Немецкий язык Списывается в Мюнхене С устроителями Некого Биеннале Получает приглашение Летит в Мюнхен Со своими работами После чего Его работы Получают маленькую приписку Участник Мюнхенского Биеннале Да? То есть А какой художник? Ну что вы Участник Мюнхенского Биеннале Но если это был Кто художник? Петр Симаков А что это за художник? Ну вот Автор этих работ А что это за работы? Ну что вы Это работы Участники Мюнхенского Биеннале Это меняет дело Это меняет дело Это меняет стоимость Это меняет спрос Да? Вот эта маленькая деталь Которую большинство художников Почему-то Ленятся сделать Ну Или списаться Или Напрячь друга Который владеет Немецким Или английским И Напрячь Попросить Помочь Написать туда письмо Наприсать свои работы Ну и так далее Вот эта Маленькая деталька Можно делать прекрасные тренинги Но не найти канал Их продаж Можно делать прекрасные тренинги Психологические Но Этот тренинг Ну не знаю там Тренинг эффективного общения В котором снимаются разные барьеры Этот тренинг Можно проводить Для подростков Для каких там Добровольцев И получать С них 500 рублей С человека Но можно его упаковать Как тренинг По переговорам Например И продать его уже Как Сергей Азимов В бизнес Тоже самое Только с небольшой оговоркой Эффективная коммуникация Такой безликая И общую фразу Заменить Эффективные переговоры Результативные переговоры Переговоры Результаты Переговоры на миллион Переговоры В общем Маленькую деталь Переименовать И заменить кое-какие термины И у тебя уже Продукт монетизируется Иначе Если такая цель стоит И так в любой сфере деятельности Какую не возьми Вот какую не возьми Один из моих знакомых Начал вот как тренер Просто объявил Анонс своего тренинга По финансовой грамотности Есть же много тренеров Хороших тренеров Которые не могут Продавать свои тренинги У него не покупали тренинги Потом он Поставил такой эксперимент Просто тот же самый тренинг Но переименовываем Как за один клик Заработать миллионы Много заказов И так он говорит Нажимаем клик Люди нажимают Для того чтобы заработать миллионы Вам необходимо повышать Финансовую грамотность Теперь начинается тренинг По финансовой грамотности Продажа состоялась То есть опять же Угол Это помнишь Джентльмены удачи То есть Как накормить Дети не едят И приходит Умный герой Находчивый Леонова Так Ракеты требуют топлива Небольшая хитрость Как мне этот фильм Помогал кормить детей Неоднократно Вот мальчики ведутся На космос Девочки ведутся Меньше Какие-то другие штуки Принцесса собирается На бал Принцесса должна На балу Не может есть Она должна приехать Сытая на балу Потому что Она на балу Должна танцевать А что должна На балу Танцевать Долго Не уставая С принцем Если она будет Лопать Принц Будет танцевать Другой Результат Конечно Каша Углеводы Выносливость Ну и так далее Смотри Куча людей Делают кучу действий И не достигают Результат Еще Небольшое количество Людей Делают Точные действия В нужное время В нужном месте Результат гигантский Это и миллионы долларов А что хочешь Где формула Как это найти В каком месте копать Клад Один человек Выкопал Пол земного шара И никого Результат Другой человек Копнул 10 раз Выкопал клад Вопрос Формулируется Как найти клад Ответ Формулируется так Нужно иметь план И крестиком Будет помечено Где клад 20 шагов От этой пальмы 5 шагов От этого камня В пересечении Этих двух Воображаемых линий Копай вниз Копаешь Копаешь Находишь сундук Выкопаешь сундук Там золотые лежат Все Нужно иметь план Чтобы завладеть Таким планом Нужно очень много Работать Учиться И так далее Этот план Даром не дают Копнул случайно Нашел клад Такое тоже бывает Такое в жизни Случается Поэтому снова В школу Ну что тут Школа Это же Все уже давно Известно Все понятно План Где закопан клад Он есть Его нужно Купить Усилиями Определенными Временем Определенными Деньгами Все Ну это же Вот Киосаки Людям Тимяшают Ребята Вот план Клад Совершенно верно В 15 книгах Одно и то же В 150 тренингах Одно и то же Ребята Вот план Клад Здесь Вот крестик Вот линия Вещи Бизнес Тут нет ничего Секретного Но мы потом Придумали Как обосновать Мы все-таки Придумали Как обосновать Что В чем там Секрет Будем Видео писать На днях Круто Конечно И мы его Выложим В сеть Он будет На сайте Радислав Гандапас Коу Укей Великобритании Сайт Уже Зарегистрирован Поздравляю Хочу поздравить Сайт купил Ох Замен Выход на новый уровень Ну Просто Придется решать задачи Другого уровня Просто чуть-чуть Больше работы будет И там будет Там будет Выложено Видео Видео На английском языке Очень Напряженная Работа Слушай Я видео записываю На русском языке Просто Камера Мотор А поехали Понеслось На английском Я там 2-3 минуты Уходят 2-3 часа работы Чтобы сделать Грамотно Чтобы это было Прямо по-английски Интересно Кайпут Нужно время Нужно Оно должно быть Монетизировано потом Потому что Иначе будет обидно Иначе оно будет Иначе это хобби Иначе это было хобби Очень дорогое И затратное По времени хобби Точно Итак Люди едут Соединенные Штаты Америки От Олег Тиньков В своей книге Сказал Ребята Обязательно Езжайте в Америку Просто у вас Результаты в жизни Если будут выше Если вы хотите Заниматься бизнесом Вы станете Гораздо более Высокого уровня Предпринимателем Чем если бы Не поехали Я поехал Я проверил У меня за 2 месяца Там столько инсайтов Столько прорывов Что я могу Действительно Подтвердить Это вопрос к тебе Вот именно С твоего взгляда Зачем Стоит Вот для меня Это еще Путешествие Вообще Это школа жизни Но почему именно Стоит съездить в Америку На твой взгляд Ты же был Много раз в Америке Был не много раз Но бывал в Америке И Я не могу сказать Потому что я ездил на отдых Я ездил в Майами бич Круиз Круиз тоже из Майами Там Нью-Йорк Чикаго Был еще То есть ты в минусе По Америке Да Я не ездил туда С какими-то деловыми Задачами Я ездил туда Ну просто Туризм Развлечения И так далее Но я понимаю Совершенно отчетливо Что сегодня Мир копирует Американскую модель Бизнеса Копирует Американскую модель Экономики Принося что-то свое Улучшая Но все равно Беряя за основу Именно американскую Американцы Придумали бизнес Если можно так сказать В его сегодняшнем Исполнении В его сегодняшнем Понимании Банковские карты Американцы Придумали тренинг Да Кто-то скажет Еще в Советском Союзе Были тренинги Но тренинг Как индустрию Придумали И поставили На рельсы Американцы И многие-многие Вечи они сделали Имеет смысл Окунуться в атмосферу Где все это зарождается По большому счету Сегодня Америка Это такая страна В которой Унавоженная почва В которую попадая Семя Не прижившаяся На другой почве Вдруг прорастает Масса таких примеров Когда здесь был человек Никто-ничто Ничего-то у него Не получалось Не клеилось И так далее Он приехал туда И получил Каким-то хитрым образом Условия И так далее Американцы И поэтому У них нет такой идеи Что здесь Понаехали И так далее И так далее И поэтому Приехавший человек Не чувствует себя Человеком второго сорта И очень быстро Осваивает Как дома чувствуешь У меня Ну я же завес У меня много уехало Друзей Однокурсников Одноклассников Часть из них в Америке Удей очень разные Судьбы Но тем не менее Если ты настроен На успех Должен ехать В страну Которая вообще Эта идея и бредит Они же заморочены На успехе Да И если они заморочены Значит они Не сидят И не говорят Боже мой Когда же ко мне придет Мой успех Они над успехом Работают на уровне технологий А мы пока не решили Вопрос вообще Что есть успех Нужен ли нам успех Стоит ли тратить Жизнь на успех Мы пока На уровне дискуссии А люди уже делом заняты Пока мы обсуждаем Они делают Совершенно верно Если у тебя такая задача Стоит Успех в бизнесе Успех в жизни И так далее Ну что-нибудь Поезжай Но ехать просто Америка огромная страна С огромным населением Просто приехать в Америку В надежде Что ты вылезешь где-нибудь На Бродвее И на тебя начнет валиться Информация и контакты Это вряд ли Но должен сказать Что все гораздо проще Чем кажется на первый взгляд Я приехал в Лондон Стукнул в пару дверей У меня издается книга У меня там Запланированы тренинги Уже в марте В Лондоне У меня там Встреча с считателями Стоит в планах И так далее И так далее То есть Стукнул в одну дверь В другую В этой открыли В этой открыли Но вот Самая захлопнула В этой открыли Начал что-то делать Пошло-пошло-пошло И все оказывается проще Это не открылось И куча людей Готова поддержать Ну все Все проще чем кажется И новые контакты появляются Одно цепляется за другое И так далее Они открыли одну дверь Просто постучал в другую Не открыли одну дверь Постучал в другую Не открыли вторую Постучал в третью В 999-ю постучал Там открыли Там тоже Когда открыли дверь Ты вошел Там еще 6 дверей И там Ну и в общем Все продолжается Продолжается И количество дверей Разрастается Разрастается Ты познакомился С одним человеком Он познакомился С тремя друзьями Трое друзей Познакомили каждый С тремя друзьями И вот пошло-пошло Кто-то согласился Поддержать Кто-то дал какую-то информацию Кто-то подкинул общаться с людьми ну да да я еще заметил такую штуку что чем больше возможности есть и чем больше возможности ты используешь тем большее количество их появляется и ты понимаешь что всей жизни не хватит чтоб реализовать все идеи все возможности удивительная вещь нельзя жениться на всех женщин родить всех детей научиться играть на всех инструментах выучить все языки языки не нужно и один из моих любимых вопросов вот смотри миллион долларов да вот люди постоянно про деньги про деньгиberry и Fear security проверили проверения богов все москва про деньги весь мир про деньги не хватает денег нужно работать и так далее до права не думать elias нужно заработать нужно заработать опять же есть две такие мега сферы жизни первое это здоровье фундаментальная которая практически никто не думает второе это отношения отношения контроль тоже никто не думает до но люди говорят про деньги, у них уже фиговое здоровье, многие помрут, если не будут следить за своим здоровьем, либо просто не смогут. Ну и запущенная личная жизнь, отношения с детьми, с родителями. Общаться не умеют, друзей нет, партнеров нету, соответственно, нельзя. Ну, либо качество партнеров и друзей нежелательное. И при этом они деньги, 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 дайте деньги. Почему же так происходит? Понятно, потому что у нас с деньгами деньги фактор выживания. У нас с деньгами психологическая связь на уровне не будет денег, я сдохну. Да. А не будет жены, не сдохнешь. Не будет детей, не сдохнешь. Не будет здоровья, не сдохнешь. Больной, но живой. А вот не будет денег, просто физически сдохнешь. У нас ассоциация денег, у нас деньги ассоциируются с жизнью. Здоровье с жизнью не ассоциируется. У нас ассоциируется с качеством жизни. Да. Да, но когда на весах качество жизни и жизни вообще, жизнь перевешивает. Поэтому люди в доминанте деньги, даже когда у них запущенная личная жизнь и здоровье. Ну, моя позиция нужно быстро научиться зарабатывать деньги с тем, чтобы к тому времени, когда твое здоровье Просто в силу возрастного фактора Уже будет под угрозой И что ты мог не думать о деньгах, а мог тратить их на поддержание здоровья Точно так же нужно заработать деньги так быстро Чтобы к тому моменту, когда у тебя появятся серьезные отношения Планы создать семью и так далее Чтобы у тебя к тому времени были финансовые возможности Чтобы ты этим не заморачивался А дальше просто продолжал поддерживать должный уровень жизни И это лучшее завершение программы, которая только может быть Завершение или благоточие Потому что наверняка мы запишем что-нибудь еще Непременно Спасибо Успехов, друзья Успехов, друзья Успехов, друзья Продолжение следует...